Уже послезавтра российский программист Валерий Спиридонов, страдающий от неизлечимой болезни и почти обездвиженной, вылетает на подготовку к операции, которую пока на планете Земля не делает никто. Итальянский профессор должен пересадить ему тело. Результаты операции не очевидны. Сегодня наша коллега Татьяна Проскурякова обсудила проблему с ведущими трансплантологами России, которые собрались в Москве на свой национальный конгресс. У них есть собственный взгляд на исход таких операций и собственный уникальный опыт. В кулуарах Конгресса трансплантологов хирурги не перестают спорить. Подготовка к операции по пересадке головы – это яркая пиар-компания или революционный прорыв в медицине. Всё внимание приковано к профессору Канавера из Италии. Его пациентом согласился быть российский программист Валерий Спиридонов. Он решился на опасный эксперимент из-за тяжёлого заболевания мышечной атрофии. И уже на следующей неделе вылетает в США на тщательное обследование. Мы можем сохранить мозг вот этой головы, к которой пересаживается тело. Но сохранить функцию головы, управляющей донорским телом, в этом я сильно сомневаюсь. Зато вот совершенно конкретные результаты работы наших медиков. Елена Бабенко приехала из Волгограда поблагодарить. Она отдала свою почку брату, не смогла смотреть, как он мучается на гемодиализе. Казалось бы, уже вполне рядовая операция, но каждая пересадка всё равно как чудо. Оказывается, врачи ему предложили этот вариант сразу. Но я младшая сестра, он привык всю жизнь меня оберегать. Он заботился обо мне, о родителях, о моей дочке. И поэтому он даже не мог мне предложить этот вариант. Количество пациентов, спасённых трансплантологами, год от года растёт. Но операций по пересадке сердца, почек, печени по-прежнему нужно в 10 раз больше. В Минздраве объясняют, есть и специалисты, и оборудование, проблема, отношение в обществе к завещанию своих органов. А строгое исследование букве закона сегодня ставит врачей в сложные условия. Поэтому пересадки делают только в 24 регионах страны. И когда приезжаешь в регионы, все хотят показать центр диализны. Ну а дальше что? Вы же все понимаете прекрасно, что это тупик, нужна пересадка почки. А ещё раз повторяю, 61 регион этого не делает. 12-летняя Вика приехала в Москву из Иркутска. Ждёт сердце. Были зарегистрированы остановки сердца по 2-3 каждую ночь. И да, нам установили иркутские кардиохирурги, установили кардиостимулятор. Операцию Вики будут делать в Индии. Расходы оплачивает Минздрав по квоте. Это вынужденная мера, потому что посмертного детского донорства в России вообще нет. Его разрешает закон с согласия родителей. Но просить это согласию тех, кто переживает такое горе, врачи не решаются. Чисто документальные предпосылки к этому есть. Но у меня тоже есть и дети, и внуки. Я понимаю, насколько трудно будет сделать первый шаг родителям. В первом чтении приняты поправки в закон об основах охраны здоровья граждан. В нём прописаны условия обследования вероятного донора и изъятия органов. Создадут и электронный регистр волеизъявлений, куда любой при жизни сможет внести своё решение, согласен на посмертную трансплантацию или нет. В жизни иногда может случиться такая ситуация, когда наступает смерть человека, и этот умерший человек может спасти ещё несколько людей. Пациенты называют чудом то, что врачи подарили им второй шанс на жизнь. Сами хирурги ждут другого чуда, чтобы и в нашем обществе исчезли страх и недоверие, чтобы чьё-то сердце продолжало биться. Татьяна Проскурякова, Владимир Кальский, Дмитрий Большаков, Вести.